Всем здравствуйте! Сегодня у нас будет история от анонима. Я зачитаю письмо подписчице, дам комментарии, буду в течение письма где-то останавливаться, что-то комментирую, чтобы не забыть. В итоге какой-то общий вывод мы придем, сделаем. Девушка попросила зачитать это в эфире, чтобы послушать еще и ваши советы, какие-то доводы на эту тему, как бы вы поступили на ее месте в этой ситуации. Итак, добрый день, Галина. Хочу к вам обратиться со своей историей для разбора на канале, так как не знаю, как правильно себя вести, и я устала трепать себе нервы. Моя проблема заключается в том, что мама моего мужа не дает нам жизни, если можно так выразиться. Вместе мы уже 8 лет, у нас есть дочка. Когда мы только начинали наши отношения, проблема заключалась в том, что мама моего мужа всегда мне рассказывала гадости о нем, бесконечно жаловалась на своего сына и даже оскорбляла его. Я всегда удивлялась, ну как так может мать говорить такое, и почему только один негатив? Как я поняла, отношения у них были не очень хорошие. Она бесконечно критиковала сына, никогда не поддерживала. Он сильно рано стал самостоятельным и был себе предоставлен. Она его ко мне ревновала, постоянно психовала. Если зовет его по какому-то делу, а он со мной и не приходит, в итоге мы с ней поссорились. Когда я начала заступаться за него и сказала, слушайте, мама, так себя не ведет мама, какой бы ни был ее ребенок, так нельзя. Прошло несколько лет, и у нас родилась дочь, и мы до сих пор не общаемся с ней, так как мало того, что она отреклась даже от своей внучки и из-за гордости не общается, аргументируя это тем, что я же ей не дам ребенка, честно говоря, хотя она никогда об этом меня и не просила. В общем, здесь остановись. Мама, короче, сама устранилась от бабушки, роли бабушки. Здесь проблема, однозначно, дальше дочитаю, бабушки, взаимоотношения, проблем вообще у этой женщины, и она не могла отделиться своего ребенка. Сейчас дальше об этом посмотрим. В общем, все эти годы она настраивала моего мужа против меня, говорила гадость, а бесконечно его звала по поводу и без. Лишь бы он бегал почаще к ней. Давила на жалость, что она бедная, больная. В общем, манипуляций было куча, и по каждому поводу. Ее сын должен был всегда бегать к ней, несмотря на семью, дом, свои вообще дела. Муж жалел свою мать. Хоть и есть у него обиды на нее из детства, но меня напрягали ее постоянные звонки. Живет она одна. Я понимала, что делает она это, конечно же, все специально. Если мой муж отвечал ей, что занят дома, не может прийти, она психовала, сбрасывала звонок. Иногда психовала и я. Мы ругались с ним из-за этого. Я ему говорила, чтобы он прекратил вестись на жалобы своей матери. И в приоритете ставил семью. И я не буду вот так сидеть и ждать каждый день, пока он там будет к ней бегать, если что. Муж мне сказал, что у него есть обида на свою маму. Он считает, что не общается она с внучкой. Вообще-то это ненормально. Но с ней ругаться бесполезно. Какая бы она ни была, она же все-таки его мать. И он не может не общаться с ней. Точка. Сейчас смотрите. Совершенно мы мужа здесь понимаем. Он совершенно прав. То есть он, по сути, свою маму принимает такой, какая она есть. Но в какие-то моменты он еще ее боится потерять. Поэтому он продолжает где-то вестись на ее манипуляции, где-то к ней бежать и все прочее. Для того, чтобы ее окончательно не потерять. Но по сути, знаете, что плюсик? Муж ваш со здравым умом не слепо бегает и играет в эти игры, а все-таки анализ дает, понимает, что происходит. Просто маму потерять ему, конечно же, жалко. Но ведь он не всегда на все ведется. Галина, мне обидно, что он уважительно с ней общается, называет мамулечкой. Но она же столько грязи лила на него и на меня. А теперь по всей день все это происходит. Значит, сын стал нужен, когда она осталась вообще одна. Все, что она говорит, касаемо меня, он, конечно, не слушает. И она так не влияет на него. Но она другими манипуляциями, жалостью к себе заставляет его чувствовать себя виноватым. Смотрите, что происходит. Здесь вы в этих строчках говорите о неком соперничестве и конфликте уже в вас и вашей свекрови за внимание вашего супруга. Вот эта дележка происходит. Но история на самом деле древняя. Смотрите, в самом начале, когда вы с ней начали общаться, встречаться, она про него плохо говорила. Она уже тогда не хотела с ним разделяться. И она уже тогда вам пыталась вас с ним, скажем так, поссорить, отвезти от него. Посмотрите, какой он нехороший, плохой, ужас и кошмары всякие. Не получилось, вы все-таки с ним вспелись. У вас есть понимание какое-то взаимное. Он вас не оставил, вы его тоже, вы от него не отказались. Не сработала история. Затем она пытается уже, понимая, что ничего не получилось, сыночку свою любимого придержать к себе. Все манипуляции, манипулируют здоровьем, все это мы все описали. Чтобы вам насолить, вы для него, понимаете, не отказавшись тогда от вашего сына, вышли на новый ранг, некоего соперничества, назовем так. Все-таки он с вами остался. Ревность. Ей вообще нужен он, внимание, обработка ее интересов. А вы конкуренция, потому что вы забираете внимание, деньги, общение, любовь и так далее. Ей тоже все на самом деле нужно. У вас одинаковые с ней абсолютно равные потребности. Только это она от сына хочет, а вы от своего супруга. Вот в чем разница. Родят как бы другие, да. Когда она отказалась от внучки, если так можно сказать, от контакта лишнего, она не любит отдавать. Она хочет только забирать. Она вот тут ребенок, которому должны закрывать потребности, не самостоятельно. И она этого хочет от вашего мужа. Отдавать ей нечего. С ребенком она чувствует конкуренцию. Она сама ребенок. Дети детей не учат и не растят. Соответственно, она сама устранилась очень красивым методом, способом. Вас виноватые, конечно, сделала. Она вообще манипулятор огромный. Все через манипуляцию, через чувство вины, чувство долга, неприятных ощущений. И поэтому она даже здесь сманипулировала вами и сказала, ты же мне ребенка не дашь, я и не пытаюсь. То есть это ты такая плохая, я весь вся такая в белом пальто. У меня все в порядке. Проблема как бы в тебе. Она даже не просила. Даже разговора такого не было. Но говорит, она себя ведет вот так. Манипуляция чистая. В итоге, по сути, получается, как она хочет. Манипуляция. Какой смысл манипуляции? Это тихо и сапо, не показывая как, напрямую, окольными путями, через определенное надавливание на чувства и переживания неприятные человека, заставить его сделать то, что хочется тебе. Чтобы, по-твоему, в итоге была она это все прекрасно проворачивает. У нее это с вами даже получилось. Сейчас же у вас был потом... Она вышла на прямую конфронтацию, с вами ругалась. В итоге, короче, на самом деле, это дележка вашего супруга. Она его не хочет отдавать. Не хочет делить. И она за 8 лет мне повесила, скажем так, нос, не опустила руки, продолжая все за это еще дальше воевать. Ну, про него и маму сейчас чуть-чуть попозже. У нас еще здесь есть письмо недочитанное. Мы продолжаем. Сейчас мы уже год живем в России, уехали из родного города из-за войны, а его мать осталась дома. Мои родители тоже в России и рядом. Я даже не представляю, какую истерику мать устраивает для моего мужа за то, что ее не забрали. Но, тем не менее, продолжает каждый день она ему писать, просить денег, хотя она работает, получает пенсию и тратит все только на себя. Видите, он еще отдалился максимально в это время от нее. Для нее это проблема. А с одной стороны, кто-то сейчас в письмо может сказать, вы такие плохие, маму с собой не забрали, мама в опасности и так далее. Мне кажется, если бы совсем критическая опасность была, пардон, оговорилась, и прям угроза ее жизни, конечно бы именно в любом случае, он бы маму свою с собой забрал. То есть не такая критическая ситуация, скорее всего. И второе, он тоже понимал, что вы с ней не сможете. С ней проблематично, будут скандалы, разрушатся, скорее всего, ваша семья и так далее. То есть вот этот побег некий на расстояние для мужа даже полезен, и он был бы не против за это и за эту идею, скажем так, уцепился, потому что с мамой тяжело. Он сам в побеге неком от нее, ему тяжело тоже с ней контактироваться. Он сам не против этого побега. А у мамы, наоборот, кризис-проблема. Дело не в угрозе ее жизни и атмосфере вокруг, а вообще, что от нее еще дальше стали, что она его вообще потеряла. В общем, она продолжает писать обо мне гадости, о том, какая она бедная, несчастная и ждет сына домой, потому что ей на празднике одной одиноко. В общем, всячески давит ему на чувство вины. Манипуляции через чувство вины. Но забирать он ее не собирается, даже потому что, слава богу, понимает, что мы не уживемся вместе, и возможности содержать ее здесь у нас тоже нет. Про что я раньше сказала. Вот муж вроде как и говорит, что в приоритете семья, но я никогда не слышала, чтобы он о своей матери что-то говорил вообще ей поперек. Он как ребенок с ней общается, боится обидеть ее, он боится потерять ее, он с детства запуганный. Мама манипулятор, с детства манипулирует им, страхами его потерять маму, смертью, одиночеством, всем прочим. Поэтому он на это ведется, как вы говорите. Но он молодец уже тем, что он выстроил, смог свою семью, родить ребенка, от мамы как-то отделиться и сбежать. Это уже хорошо, потому что в идеале для мамы, чтобы он жил с ней вообще в одной квартире, делал все, что она хочет, обслуживал только ее интересы, а там его какие-то интересы, жизнь, будущая, семья, что ничего ему не надо, в общем. Мама хочет, чтобы вот так было. У вас умничка муж уже, уже его хвалите за это, он уже молодец. А еще я увидела переписку, в которой он жаловался матери на меня после нашей с ним ссоры дома. Меня это очень разозлило и удивило, на что он ответил, что ему было плохо и он хотел поделиться с кем-то, смайлики. В этой же переписке я увидела, как он пытается выпросить похвалу от нее и пытался доказать, какой он молодец, как ребенок, но ему 35 лет. Хорошо, что вы понимаете, у них с мамой отношения не взрослые-взрослые, как должно было произойти лет 17-18, делиться от нее морально. Он ребенок, а она мама. И манипулируют они им, мама-манипулятор, любовью. Не будешь делать, как я хочу, я тебя любить перестану. Не будешь делать, как мне хочется, я никогда тебя не признаю. И так далее. Эти вообще манипуляции дергалки с самого детства идут, поэтому они у него, знаете, на подкорке записаны и впитаны. Галя, я начала нервничать каждый раз, когда она звонит или пишет нам. Она каждый раз ноет, жалуется на свою жизнь, что ей так одиноко, вдруг стало, что у нее нет денег на жизнь, и ей так тяжело и плохо, и так каждый день. Но о жизни своего сына, о его семье, о достатке, о внучке она даже не спрашивает. Ее это не волнует, потому что она очень эгоистична, и она, скорее всего, даже здесь где-то есть, можно сказать, эгоцентрична, и ей важно, что с ней происходит. Ей вообще наплевать, что у вас как, и там внуки какие-то, деньги, чего. Главное, чтобы обеспечивались ее потребности, забота о ней была. То есть только в свои ворота игра. Я как-то сама написала ей, чтобы она прекратила каждый день дергать моего мужа. У него и так хватает забот на работе. Но она лишь меня заблокировала. Естественно, зачем ей правду как бы читать. Галина, подскажите, пожалуйста, как не реагировать на нее? Или это проблема моего мужа, который позволяет ей так себя вести? Помогите, пожалуйста, разобраться. Ну, про разбор я уже много чего сказала. Да, это все происходит. Это проблема вашего мужа и вашей мамы. Но проблема настолько не то, что до вас начавшаяся. Муж не знает жизни без этой проблемы. Она у него воспитана была с молоком матери. Если она его, кстати, грудью кормила. Может, возможно, и не кормила, скорее всего. Я к тому, что он был всегда вот в этой погоне за маминой любовью, в этих отношениях с неразрезанной пуповиной. Потому что у мамы есть определенные проблемки. Здесь же вопрос, как мне себя с этим вести? Как не реагировать на нее? Ну, смотрите, не реагировать, это не реагировать. Перестать контактировать, самой везде заблокировать. А не ее мужа не спрашивать. СМС с ней мужа секретно как-то не читать. И его мамой вообще не интересоваться. Вычеркнуть этого человека. Или когда муж начинает о ней говорить, вы говорите, я не хочу это слышать. Или мне это не интересно. Если он скажет, что ты не уважаешь мою маму или еще что-то, вы можете сказать, она меня не уважает, оскорбляет. Тра-ля-ля-ля-ля. То есть у вас какие-то аргументы свои тоже есть. И если вы спрашиваете, как не реагировать, вообще в голове своей вычеркнуть такого человека из моей жизни. То есть вы не вычеркиваете из жизни мужа. Вы не решаете вашего ребенка бабушке. Ваши прямые связи, я всегда говорю, прямая связь, я, моя свекровь. Связь прерывание, если вы так хотите, да. Чтобы они ее, не реагировать на нее, надо ее вычеркнуть. Этого человека нет. Я сделал свои выводы. Она хочет общаться с сыном, у них такое общение, как они хотят. Она хочет общаться с внучкой, если хочет. У них общение такое, я туда и туда не лезу. Моя проблема, это моя связь с моей свекровью. Если у меня претензии, какие-то соревнования или еще что-то, она не реагирует, мы вычеркиваем. Все, точка. Честно скажу, когда вы эту точку по факту поставите, по-честному, дверь эту закроете, вам станет сразу легче жить. Поверьте, вы сразу почувствуете эффект. Вы пока не поставили, вы дергаетесь, она появляется в вашей жизни, вы думаете, ломаете голову, как же мне ее принимать. Но вы не думаете, что ее можно вообще исключить. Вы ничего принимать не должны. Вы попытались, не получилось. Вы 8 лет в этой каше варитесь. Соответственно, зачем вам ее принимать? Уже делаем другие выводы, правильно? Не получилось, не работает. Значит, какие-то другие методы должны быть. Давайте попробуем вот такой метод. Если вас бесит, как ваш муж... Ваш сын хотел сказать. Смотрите, какая говорочка. Пафара, я не простая. Ваш муж, как сын общается с мамой. А у вас есть ощущение, что вы для своего мужа как мама? Что он для вас где-то сын в ваших взаимоотношениях, в семье? Здесь у нас опять через сына мужа противостояние двух женщин выходит. У нас недавно подобная история была на канале, немножко в другой форме, но все же. Для этого тоже нужно обратить внимание. Почему вы боролись за внимание вашего супруга? Вы хотите себе партнера, мужчину, который где-то тоже вас берет на ручки, работает, ведет семью, ответственный. Ответственный, какие качества мужественные или мускулинные вам в нем нравятся. И вы его не хотите отдавать. Это ваше. А она в свою очередь не хочет тоже отдать, но в виде своего сына, который о ней заботится, закрывает ее потребности, жалеет, когда ей плохо, когда она жертва. Она прислушивается, она все это делает через манипуляции. Так у них вообще там свой круговорок, вот эта история, вообще до вас еще существовала. Это схема. И она всех устраивает. И ваш сын так будет продолжать делать, потому что он по-другому не умеет и не знает. Вся схема разрушится, когда условно мама не станет. Или вся схема разрушится, когда мама перестанет себя так к отношению сына вести. Но она не перестанет, потому что она манипулятор, ей это надо, у нее так вся жизнь вообще построена. Причины свекрови, что там у нее, знаете, я не могу знать. По причинах там история никакой не написана, по сути было, но я могу предположить или дать затравочку, на какую сторону можно подумать. Либо у нее были плохие отношения, вообще претензии, она не выросший ребенок к своему избраннику, от которого она родила вашего мужа, чтобы про папу слова там не было. Не сложились отношения, она хотела, она не повзрослевший ребенок, который ждет того, что окучивают все ее хотелки, берут на ручки, за нее решат. Решают и так далее. В свою очередь, в своей жизни она всегда это получала через манипуляции, через жертвенность, через страдания. С мужчиной, видимо, не получилось или какая-то, может, трагедия или еще что-то. В общем, в итоге она осталась одна при этих всех делах. У нее есть подросший ребенок, мальчик, олицетворение мужчины, вот этого взрослого и так далее. Она его наделяет взрослым. Даже сказали, он рано стал взрослым. Ну, конечно, станешь взрослым, потому что у тебя не, в кавычках, недееспособная мать, ребенок, которая не взрослая, не защищает. Тебе приходится самого себя защищать, еще и мамой своей заниматься. Вот все очень просто. То есть это проблема ролей вообще в семье, вот этой путаницы, переломанные роли. Вот им вообще двоим. Психотерапевт, на самом деле, даже не к психологу. Вот что решит проблема. Проблема базово в маме. Ну, теперь извините, сын всю жизнь с этим живет и общается 38 лет. Он уже травмирован этим и поведением различным. С другой стороны, как вам это принимать? Вы же любите своего мужа. Он хороший папа. Он все в семью. Он работает и так далее. На самом деле, его таким сделала его мама. И вся эта травма, и все этот опыт. Если бы не эти отношения с мамой, он бы таким, как вы его выбрали, не был бы на самом деле. Его таким сделала, сформировала вот это отношение с мамой. Честно, вот если мы берем, не будем уж в них копаться, это их проблема. Если мы берем вас, что вам делать? Наконец-то для себя решить, что вы с ней не соревнуетесь. Для вас этого человека, скорее всего, нет. При этом вы не запрещаете внучке общаться с бабушкой, если она хочет. Конечно, они обоюдно должны этого хотеть. Они, с одной стороны, только желания. Вы не запрещаете реагировать, как он хочет, вестись на свою маму, вашему супругу. И поверьте, вы его ни с кем не делите. Представляете, свекровь – это нереализованный ребенок, который не получает, не добирает. Вот все. И это ваш вообще уровень опускаться на уровень детства и с каким-то ребенком делить вашего мужа. Это муж, а у нее это сын. То есть смысла делить этого человека вообще нет. Вы создаете сами все эти конфликты. Не только вы, я имею в виду, вы вместе все втроем. Вы муж и его мама. Поэтому, чтобы в этом не вариться, надо выйти из этой схемы. Перестать на это реагировать. Перестать реагировать, закрыть для себя эту дверь, не слышать, не говорить, не вспоминать этого человека вообще. То есть, скажем так, стереть со своей памяти. Если муж о маме что-то при вас там начинает, осекайте его, говорите, мне это не надо, не хочу слышать. Ну, в мягких, красивых формах, но я в общем, да, говорю. То есть, пресекайте этот токсик какой-то, разложение в вашем присутствии. Вот и все, что я могу посоветовать. Когда вы почувствуете этот баланс в себе, что вы, она как бы, вы поймете, вот, вам надо до конца закрыть эту дверь с ней. Если вы почувствуете, ощутите, что вы дверь-то эту закрыли, вам сразу станет легче жить. Поверьте, вы на нее сами перестанете реагировать. Но вы, походу, не готовы, потому что вы с ней делите вашего мужа. Ну, примите, что делите вы дальше, пока вы будете, он у нас никуда не денется, к маме не убежит. Он вас любит, у вас ребенок, все в порядке. Можно расслабиться. Вашу территорию, по сути, никто не посягает, никакая другая жизнь. Своя его мама, да? И она к вам тем более не залезает, она там его пытается отдернуть от вас. Но, смотрите, слава богу, она на вашу территорию не залетает, к вам домой, порядки не наводит, там не откусывается, не конфликтует. Это уже хорошо, да? Это ваша территория, вы здесь хозяйка. Угрозы, по сути, с вне никакой нет, ни от нее, ни от каких других женщин. Все прекрасно, муж меня любит, у нас есть понимание. Чтобы уж гарантия совсем была, что ничего не изменится в худшую сторону, просто не про маму с ним общайтесь, ни в коем случае про его маму никаких разговоров. Хвалите, говорите, какой он молодец, какой он защитник, поднимайте его самооценку, если вы так о нем действительно думаете, да, есть за что похвалить. Переживайте вместе трудные времена, вам пришлось уехать из вашего дома и уехать в другую страну, да? Поддерживайте, будьте партнером с ним, будьте его женой, а не очередной матерью, которая его что-то тюкает, от него что-то требует, к тебе внимание, дергает и делит его. Общайтесь с ним по-взрослому, по-партнерски, ему это очень надо, он очень хочет так общаться. Потому что мамки, ноющие, страдающие на хвосте, у него достаточно вот так, он от нее даже сбежал куда подальше, ее с собой не взял, хотя мог взять. Да, деньги, если бы реально была угроза ее жизни, он мать свою не взял, конечно, я бы взял. Это для вас тоже сигнал. То есть вы с ним общаетесь с позицией взрослый-взрослый, партнер, слышу, люблю, принимаю тебя. Ну, извини тем с твоей мамой, не обсуждаю про нее, вообще мне не говори. Если он обижается на это, говорит, ты не принимаешь мою маму, а вы ему просто так, оп, списочкой, ролл он туалетной бумаги раскатали и говорите, так, давай поговорим об этом сейчас. То-то писала, то-то говорила, я пыталась, тра-та-та-та-та-та-та, пару раз вот этого перечисления, по факту, скажем так, указать, ткнуть куда-то носом, что было с ее стороны. И ему больше доказывать, ну, знаешь, свою маму, ему даже одного раза этого хватит, ему ничего доказывать больше не придется. У него вот этот вопрос, ты не принимаешь маму, он сам сам, потому что мама твоя вот такая. Я, видишь, пыталась, алиби у меня есть, ничего не получилось, извини, дружок, если ты хочешь быть со мной дальше и любишь меня и ребенка, ты извини, твою маму я в свою жизнь не впускаю, я вывод сделал, все, извини. Хочешь с ней общаться, пожалуйста, общайся, я не запрещаю, пожалуйста, как хочешь, все. Для вот этого легкого реагирования и никакой реакции, типа, да, нормально переносить, что вы там и все равно где-то услышите, нужно время, конечно. Все-таки четко у вас должна быть вот мантра своя, зазубрена. Я люблю себя, живу для себя, для своей, там, например, семьи, я их тоже люблю, это такая помеха определенная сбоку, я ее не пускаю, поэтому. Придет с позитивом, с добром, с любовью изменится, ради бога, я открыта для общения. Пока она, эта женщина, этого не делает, извините, тема закрыта, мы с вами как бы никак. Вот, по сути, как это должно выглядеть. Надеюсь, очень доступно рассказала. Если вы хотите прислать свою историю от анонима для публикации видео, таком анализе, ответе, рекомендации, послушать, пишите на почту, в инфобоксе почта. Тема письмо, история от анонима. Видите, девушки присылают не только истории про турков, а вообще про свою жизнь, про психологию. Это, мне кажется, всем, в принципе, известно, интересно, это всех затрагивает, это даже более интересно, чем какая-то структура, именно сфокусированное внимание, например, только национальности какой-то. Так что тоже такие истории, пожалуйста, присылайте, если у вас есть желание. Кто хочет консультацию, индивидуальную психологическую в скайпе за оплату за деньги, то в инфобоксе та же почта пишите, консультация, я вам вышлю условия консультации. Все очень просто. И также в инфобоксе еще есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Жду вас тоже там. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует.